Музыка По деятельности предприятия Агресивый сервис Чеплыгин Петр Валентинович Здравствуйте Вам слово Здравствуйте Ну, хотелось бы, да, с чего начать наш разговор Во-первых, даже не разговор Убедительная просьба, да Мы сейчас будем ходить по предприятиям, которым необходимо соблюдать технику безопасности и правила охраны труда Поэтому просьба, да, ходим рядом со мной Если что-то куда-то там, не отвлекаться Убедительная просьба к сварочным аппаратам, к электромеханическому инструменту Не подходите, не притрагивайте Если что-то хотите спросить, спрашивайте Если на что-то обратить внимание, я обязательно подведу, объясню, расскажу Ну, это, в принципе, вещи понятные, я так понимаю Ну, и начнем мы нашу экскурсию с участка по ремонту опрыскивателей Здесь, наверное, все понимают, что такое опрыскиватель, для чего он нужен? Навряд ли, да Данная техника используется для психологических операций сельскохозяйственных Необходимых для подкормки, удобрения растений и их химической защиты Как от насекомых, так и от сорняков Соответственно, опрыскиватели бывают самоходные, вот как в данном случае мы видим здесь И бывают прицепные, но прицепные мы уже практически все выдали в хозяйство Ну, в общем-то, производим полный ремонт технологический опрыскиватели Там, включая и двигатели, и трансмиссию двигателя, включая электрические машины, и топливную аппаратуру Соответственно, исполнительные органы все, штанги, емкости, насосы, система управления всеми этими делами Ну и, соответственно, если вы сейчас обратите внимание, как раз стоит машинка, которая занимается ремонтом кондиционеров Ну, поскольку все-таки производство вредное, поэтому кондиционер в опрыскивателе должен работать обязательно А в противном случае, так человеку, ну, часа через полтора-два становится довольно-таки плохо Плохо он себя чувствует, без опрыскивателя машинка не работает Ну, что еще сказать, цех, естественно, оснащен всем необходимым технологическим оборудованием, если обратите Гран-балты здесь есть, разоподъемные механизмы, электромеханический механизм, естественно, пневмоинструмент Цех был построен, насколько я помню, в пятнадцатом году, то есть это уже одно из нового введения Как-то так Поэтому сейчас, наверное, дальше мы продолжим, там же по времени несколько ограничены Мы поедем в зону приемки, Рашид Вас А я, наверное, с вами сейчас поеду Все, продолжаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, продолжаем? Итак, мы находимся, скажем так, да Наверное, сердцем это не назвать, но, в общем, здесь мы называем этот участок зону сервисной приемки и оборотный склад Здесь все наши процессы начинаются и здесь, в принципе же, все наши процессы заканчиваются Что здесь происходит? Здесь принимаются узлы, агрегаты, техника в ремонт Соответственно, если мы обратим внимание, вот в этом помещении находятся мастера-приемщики Те люди, которые открывают заказ наряда, собирают заявки на ремонт Соответственно, здесь все это выгружается Здесь тоже, как бы, рабочее место оборудован кран-балкой Соответственно, там, в зависимости от того, как будет протекать процесс Агрегат попадает либо в мойку, либо непосредственно на хранение Сюда, вот за эту решетку, это у нас так называемый оборотный склад И, соответственно, когда заказчик приезжает с заготовым своим изделием Там, отремонтированным двигателем, либо отремонтированной коробкой Соответственно, отсюда же здесь он все и получает Все это здесь у нас хранится, все это здесь учтено Там, с бирками, на стеллажах, с адресным хранением, со всеми соответствующими вещами Ну, как-то так Тогда пойдемте, сейчас мы уже непосредственно пойдем по производству Сейчас в цех по ремонту загоручных шкафов Так, ну, вот одно из основных помещений нашего производственного участка Которое находится в городе Набережная Челны Руководит так аккуратно Здесь, соответственно, здесь, Галиев, руководитель участка Ну, что здесь происходит, да? На этом участке мы занимаемся ремонтом зерноуборочных комбайнов Соответственно, полный ремонт, включающий и ремонт двигателей Ремонт трансмиссии Ремонт исполнительной части самой, то есть обмолачивающих Как это приемного механизма, обмолачивающего механизма Если вкратце говорить, соответственно, производим ремонт жатых Жатых тоже совершенно абсолютно полный спектр услуг Полный спектр проводимых операций, соответственно, и замена режущего аппарата То есть это и сам нож, и сегменты Противорежущие пальцы Рихтовка Либо, если уж не поддается рихтовке И сама мотовила И трубы мотовилы Вот это называется граблиной в простонародье Шныки Тоже и восстанавливаемых прямоденелист Ну, на самом деле, да, если бы вот эта жатка Когда у нас все ремонтированное Да, если бы мы вот этот агрегат видели Ну, в сентябре, наверное, да То есть он выглядит очень страшно Он весь деформирован Весь ободранный Режущий столб Очень редко бывает ремонтирован Соответственно, здесь тоже полностью рихтовка Жатка разбирается полностью Рихтуется Шнек рихтуется Меняется Там Он тоже на самом деле Это не просто труба Там у него есть И внутри механизм Определированный Все это меняется Ну и, в общем-то После того, как жатка отремонтирована Комбайн отремонтирован Все это сочленяется Ну и производится испытание всего Пойдем дальше Пройдем Цех рассчитан на Двенадцать постановочных мест То есть Одновременно здесь В ремонт сбор Походится Двенадцать комбайн Но специализируемся Мы, естественно, на Комбайнах Которые эксплуатируются В нашем холдинге Это Комбайны Производства Класс Комбайны Производства СНХ СНХ Выпускается Под брендом Ньюхолд И Комбайны Ростсельмаш Но пока Ростсельмаш Здесь нет Ремонт Мы их попозже Ремонтируем Поскольку Запасные части На них приходят Гораздо быстрее Поэтому Заказываем их позже И ремонтируем Соответственно Соответственно Сторонние заказы Мы не принимаем Соответственно Юридически Мы можем Это делать Но практически Мы этого пока Не делаем В планах Примерно Года через полтора Начать Это делать Оптимизировать Свои процессы Наверное И так Будет Телесообразнее Сделать А вообще Спрос есть Да На услуживке Да Спрос есть А вот Если По количеству Техников Которые За сезон За зиму Ну вот Если вот Зерноуборочных комбайнов Порядка двух стаж А в целом А в целом Ну если Ну Вообще Как бы здесь Немного некорректно Так вопрос задавать Потому что Есть техника Которая ремонтируется Ну условно Единственный раз в году Да Вот как комбайн Его отремонтировали Он выходит в поле Работает пару месяцев А опять стоит А есть Которые Работают Они круглогодично Отстойчиваются И ремонтируются Так что Здесь надо как бы Разделять эту технику Ну во всяком случае Вам по мощности Поставляют Технику Большое внимание На Молодильные Сепаргуши Часть Как бы Печи Подборобания Система очистки Комбайн Полностью Как бы При приеме Дефектовки 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 На все основные Узлы Которые В основном Вдают на качество Уборки Зерна Полностью Разбираем Дефектуем Мониторим Мониторим Дефектовки Дефектовки Пытаемся Сами Ремонтировать Своими силами Когда Уже Получается Дефектовки Ну Как бы Получается Законченный цикл Все Ремонтируют И Клиент Сами Так Ладно Пойдемте дальше По времени Потому что Мы несколько ограничены Уже Гор ciao Новый Маздрит И Ковёр В Так, ну, сейчас мы попали в второе крыло нашего основного производственного цеха, сейчас мы находимся на участке разборки мойки, так называемой, то есть это, ну, наверное, формально можно будет назвать второй этап всех наших процессоров, соответственно, из зоны сервисной приемки все агрегаты попадают сюда, здесь производится первичная мойка, разборка любого агрегата, и, соответственно, после разборки агрегата, вот на взрыву обратите, этот агрегат называется карусельная мойка, эта машина попадает разобранный двигатель, коробка, редуктор, неважно, любой агрегат, либо узел, попадает в оборотную тару, производится измойка, с применением поверхностно активных веществ, наверное, так это можно назвать, соответственно, в цех попадает уже агрегат разобранный, ну, и там производится его дефектовка, инструментальная обмерка, всех не обходил в параметры. Тоже мы этот цех запустили в 16-м году, то есть раньше не было для того, чтобы оптимизировать процессы, построили, вложились. Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы находимся на участке обкатки, ну, здесь, наверное, по такому специфическому запаху можно понять. В общем, что делается здесь? Все двигатели, отечественные двигатели, после ремонта и сборки попадают в этот цех, здесь мы проносим, вот так называемую «откатку», то есть без установки, без монтажа двигателя на трактор, либо автомобиль устанавливается специальный стенд, вместе с комплектом топливной аппаратуры запускается, заводится, ну и снимаются с него все параметры. Для того, чтобы понимать, двигатель собран правильно, либо там есть какие-то определенные ошибки, которые можно поправить еще до установки двигателя на трактор. Давайте поговорим о тракторах. К сожалению, ЮФ, наверное, к сожалению, да, имеет технологическую возможность пока производить обкатку только отечественных двигателей с отечественной топливной аппаратурой, но вообще как бы в планах на этот год есть такая задумка приобрести стенд обкаточный, который позволит производить обкатку двигателя на топливной аппаратуре Bosch. Производство Bosch системы Homo Drain, системы насос, фарсунки сейчас довольно-таки много. Вещь очень дорогая, но думаю, она нам уже напрягает. Соответственно, за спиной посмотрите, здесь участок по ремонту головного профиля. Как правило, люди это все меняют на новое, но и все стараются это дело рисовываться, революцировать в основном на плате и, соответственно, испортим их дальнейшем. Пойдемте дальше. И вот это непосредственно участок по ремонту двигателей. Двигатели ремонтируют, ну, отечественные двигатели просто полный спектр. Это Яма-З, Ярославский моторный завод, Минский моторный завод, КАМАЗ, двигатели А40, А41, двигатели УАЗ, двигатели по отечественным двигателям абсолютно полный спектр. Ремонтируют. Также, в общем-то, у нас в колдинге есть техника, на которой установлены двигатели производства МАТ, производства Мерседес, производства Беркинс, производства Кавинс, производства Катерпиллер. Ну, понятно, да, что те же Кавинс либо Катерпиллер двигатели довольно-таки сложные технологические в изготовлении, там даже официалы не всегда берутся за их ремонт. Но стараемся, в общем, делать много собственными силами. И если, например, двигатели довольно-таки, ну, довольно-таки старых разработок, импортные двигатели, там, Мерседес, МАТ, КАМИНС, Перкинс, ремонтируем сами. Ну, естественно, на каждом участке у нас, так как, да, моторы тяжелые, даже элементы моторов тяжелые. То есть, все оборудовано у нас кронвалками, грузоподъемный механизм. На рабочих местах стараемся, не всегда получается не очень, стараемся использовать инструменты бережливого производства, да, в данном случае 5С, это все на своем месте, если говорить своими словами. То есть, на всех рабочих местах перфорированные стенды для размещения слесарного инструмента. Каждое рабочее место оборудовано комбинователем, да, если обратить внимание, то на карьер ничего не лежит, не перебирается, все на специальном оборудовании производства. Пойдемте дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для выполнения многих технологических операций нам очень часто нужны. Нужен, правильно сказать, нужен металлорежущий инструмент, это закатные станки, это резервные станки, это сверлильные станки, масса станка, которая позволяет нам производить ремонт проведочных валов, отечественных двигателей, соответственно, да, там, чтобы коленвал на новый не менять, здесь при определенных его неисправностях еще очень дорогая. То есть до определенных ремонтов разных размеров мы это все дело ремонтируем. Ну, как говорится, станки, это, естественно, дорожных устраивают так, чтобы этот ремонт в поддержанном рабочем состоянии, постоянно отступаем, ремонтируем, работаем. Пойдемте дальше. 568 штук. Примерно в каждый межсезонный период, межсезонный период мы называем, период вот, в который производится, в этот период практически не производится никаких типологических операций в полях, соответственно, техника находится вся на ремонте, это примерно с, ну, конца октября, начала ноября, и вот дедлайн у нас такая контрольная точка всегда это 1 апреля. То есть теоретически к 1 апреля вся техника должна быть готова. Потому что бывали годы, когда посевка будет там в середине апреля. вот, за этот межсезонный период мы перевариваем, ну, в среднем порядка 50, бывает поменьше, бывает побольше, да, но, как правило, 50 тракторов, которые подвергаются капитальному ремонту. То есть что такое капитальный ремонт? Трактор полностью разбирается, полностью разокомплектовывается. Здесь у нас такой, ну вот, да, вот за вами там трактор, то есть кабину все. А трансмиссия попадает в агрегатный участок, который занимается ремонтами агрегатов отечных тракторов. Мотор попадает в моторный участок, топливная аппаратура попадает в топливный мэй, вот он у нас походу тоже Вот, соответственно, здесь трактором степенируется, а агрегаты ремонтируются на этом участке. Соответственно, на этом участке ремонтируются агрегаты не только с демонтированных тракторов, да, потому что, если обратили внимание, я назвал цифру 568 тракторов, соответственно, заказчики наши агрофирмы, они производят ремонт тракторов собственными силами тоже, но, как сказать, собственными силами, это, наверное, громко скажут, то есть они трактор разбирают и собирают у себя, все равно агрегаты со всех 12 агрофирм попадают сюда, и там, соответственно, тракторов не только МТЗ, вот если вы сейчас посмотрите, коробка ГА-700, СМ-100 это петербургский тракторный завод у нас, соответственно, да, тоже для того, чтобы вот эти вот агрегаты все ремонтировать, и определенное оборудование необходимо, вот там у нас на столе стоит гидравлический выпрессовщик для того, чтобы выпрессовывать валы с ведущий вал, чтобы выпрессовывать ведущий вал с коробки, с коробкой гидравлического трактора КТЗ-101, соответственно, оснащен участок, с пунктом, на котором проводятся испытания этой коробки, поскольку она с гидравлическим управлением, то есть не просто собрали от нами, когда выдаем, агрегаты уже уверены в его абсолютной исправности. Ну и также вот необходимое, здесь для ремонта оборудования есть, это серебряный станок, это пресс, это заточной станок, в общем-то, тоже мы считаем, что условия созданы для ребят. Ну понятно, что не идеальные, всегда хочется лучше, особенно ребятам хочется лучше и больше, но стараемся. Это более-менее лучше. Более или менее, да. Совершенству нам лучше есть. Совершенству нет предела. Субтитры сделал DimaTorzok Аккумуляторы не зимовали непосредственно на технике, поскольку если аккумулятор перезимует, он уже будет неисправен. Все аккумуляторы демонтируются, сдаются. Вот на этот участок аккумуляторный, соответственно, да, есть 4 стенда, на которых производится цикл, называется он цикл зарядки-разрядки для лучшего хранения аккумуляторов, для их работоспособности, да. Ну там в углу, так называемый аквариум, так, конечно, отходит это дело. Сейчас аккумуляторы, в основном, все уже не обслуживаемые, но, тем не менее, стараемся более-менее пить, потому что встанавливают. Ну и, соответственно, стиложи, так как аккумуляторы хранятся. Площадь рассчитана на 720 аккумуляторов. Соответственно, здесь идет учет, журнал, маркировка, приемка-выдача, ремонт, поддержание. Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, здесь участок, да, вот мы сейчас мимо прошли, мимо тракторов Маккормики, мимо тракторов Ньюхолл. Здесь территориально у нас расположены участки, которые занимаются ремонтами этих тракторов. Ну и, соответственно, как я сказал ранее, все агрегаты демонтированные с этих тракторов и подвержены, на которых нужно провести ремонт, попадают непосредственно в этот участок. Соответственно, тут здесь обратно в данный момент, в данный момент, в данный момент, где, когда этот двигатель марки ЕКО, который ставится на тракторе, в Юхолл он 380, 430-й, 505-й, 60-й, 505-й, 60-й, 505-й. Двигательный, ну, сам трактор сюда больше не загонишь, поэтому ремонтируем мы. Сборка, разборка, сборка производится там, в основном. Как и так? Пойдемте дальше. Спасибо. Так, ну, это у нас участок по ремонту гидравлики. Соответственно, нужно понимать, да, что на практически всех комбайнах, ну, практически на всех тракторах, много очень гидравлических элементов на отечественных тракторах. Понятно, это система управления, рулевая система на импортных тракторах, очень много исполнительных органов, которые приводятся в движение гидравликой. Ну, а комбайны, опрыскиватели, это, наверное, процентов 50 всего изделия, там, гидравлическая часть. Соответственно, на всех принциповых агрегаторах есть гидроцилиндры. Делаем, ремонтируем все сами. Гидроцилиндры практически с нуля можем изготовить, изготовление шнеков, изготовление штоков. Вот этот, да, вот если обратить внимание, вот в каком состоянии приходит гидроцилиндр, да, он должен быть прямолинейным, видите, какой он по факту. Как так можно сделать, мы, конечно, не представляем, но у ребят получается. Элементы систем гидроусиления руля, гидрораспределители, все это здесь ремонтируется, все это здесь, соответственно, испытывается, потому что есть стенд для испытания гидроцилиндров. Вот так мы немного, сейчас не пойдем уж. Стенд для испытания гидромоторов, гидронасосов. Ну и, да, одно, наверное, из основных направлений, это изготовление рукавов. Ну, рукавов высокого давления, то есть приходит тумба, тумба с шлангом, фитинги все. Сколько стандартов здесь из Гонтагра? Ну, стандартов около шести, наверное, и разных типов размеров. Ну, понятно, что. Различные диаметры, различная длина. От скольки на скольку. От шести миллиметров внутренний диаметр до тридцати миллиметров. То есть, вот я так и знал. Соответственно, да, ну, вот из такого вот шланга и фитинга получается вот такое вот изделие. То есть, на любом тракторе, на любом комбайне очень много на прицепных агрегатах, вот этих, на, наверное, прицепных агрегатах всех этих дел. В общем-то, да, соответственно, все это мы здесь изготавливаем. Ну, а сезон, уборочный сезон, да, когда там у нас зерноуборка, особенно светлоуборка, то есть участок работает практически круглосуточно, потому что, чтобы комбайн, трактор не стоял, нужно отреагировать здесь и сейчас. Поэтому все это мы делаем оперативно здесь. Пойдем. Так, ну и автомобильный участок. Понятно, что в холдинге очень много грузовой техники. Это КамАЗы. Очень много легковой техники. Это, как правило, автомобили УАЗовского и УАЗовского производства. То есть, это НИВы, УАЗики. На этих автомобилях в основном ездят специалисты агрофирмы. Соответственно, их тоже постоянно нужно ремонтировать. Вот, было принято решение о том, что, наверное, этот процесс нужно взять в свои руки. Ну и, в общем-то, производим ремонт. Соответственно, да, мы видим двухстоечные, четырехстоечные подъемники. Они необходимы для ремонта легковых автомобилей. Ну, вот если вы обернетесь, там увидите автомобили КамАЗ. Автомобили КамАЗ тоже, соответственно, полный спектр ремонта и ремонт трансмиссии, ремонт элементов ходовой части, ремонт двигателей, технические обслуживания, и мелкосрочный ремонт, ремонт тормозной системы, ремонт пневматической системы. Но, в общем-то, постоянно ребята загружены, тоже работают ежедневно и практически круглослых учреждений. Тогда сейчас пройдем мы с вами на последний участок. Ну, здесь что сказать, если вкратце? Наверное, этот участок – наша гордость. Далеко не самые, наверное, продвинутые транспортные предприятия обладают таким набором оборудования. Но, что далее сказать? Мы являемся официальным сервисным партнером Bosch Дизель Сервиса. Соответственно, вся топливная аппаратура, которая выпускается под брендом Bosch, подвержена нашей диагностике, нашей дефектовке. Ну и, соответственно, все это мы можем отремонтировать. Как бы, скажем так, участок визуально поделен на две части. Это ремонт отечественной топливной аппаратуры. Вот для меня это сейчас на стендах непосредственно выкручивается. Вот, если обратили внимание за спиной Услана, у нас стенд ОНКТС-815. ЕБС. ЕБС. Да, оснащенный до Common Rail. Да, да вот так вот даже. Можно и так. Соответственно, да, там сейчас самая модная, самая продвинутая топливная, дизельная топливная аппаратура выпускается в Bosch под брендом Common Rail. Соответственно, мы и насосы, и инжектора этой системы можем проверять, испытывать, ремонтировать, восстанавливать. Соответственно, с последующим успеханием после ремонта. Давайте зайдем, коль мы что-то пошли. Как-то все включено, но... Вот непосредственно в этой комнате происходит как раз дефектовка, диагностика, ремонт, или послеремонтное испытание. Вот так вот, наверное, это стремулирует. И насосы, и форсуны. Руслан, добавить что-нибудь? В данный момент оператор пока выключился, потому что здесь вы применяете очень высокие давления. Вот давление доходит до 2500 бар. Это как бы очень, ну, очень высокие давления. Если на отечественной технике применяется в основном где-то 250-300 бар, то здесь 2500 бар. То есть техника безопасности здесь как бы очень на таком уровне. Все защищено специальным бронированием стеклами. Вот. То есть оператор здесь проверяет инжектора как до ремонта, так и после. С выдачей протокола клиенту. То есть необходимо ремонтировать инжектор, либо его, в принципе, можно обратно ставить на технике. Вот. Как в двух словах об этом стоит деталь. Здесь данный комнат называется чистой. Здесь производится сборка инжектора. То есть оператору помогает компьютер. В компьютер вбиваются данные параметры инжектора. И компьютер уже показывает, указывает, под каким замером устанавливать в инжектор запасные части. То есть все регулировочные параметры и так далее и тому подобное. После сборки на данном участке, так скажем, нашего цеха, инжектор можно даже не ставить на стенд проверять. То есть 95% можно его не проверять. Но мы это делаем для чего? Чтобы, во-первых, нужен протокол. Клиент должен убедиться, что его инжектор проходит в пределы. И для этого необходимо его ставить на стенд. Взять, грубо говоря, от компьютера протокол этот и выдать его на руки клиента. То есть это уже дальше гарантийные случаи и так далее, и так далее. Все для этого. Как вам экскурсия? Интересно. Интересно. Вы второй раз на берегу жили, да, у нас на предприятии? Ну, кто-то второй раз, вы первый. Какие впечатления, может быть, поделитесь для начала, а потом можно будет с вопросами. Просто нам тоже интересна обратная связь была. Какие впечатления у вас? Впечатления? Хотелось бы просто понять, насколько создание... ...последний год, полгода, да? ...с выделением отдела структуры членов. Да, вот. Мы действительно приняли решение в 18-м году о том, что необходимо разделить направление бизнеса, который отвечает за сервис, где сейчас руководителем является чип-плогин Г. Леонидинович, и который отвечает за логистику, где руководителем является один П. Леонидович. Поскольку два направления достаточно большие и требуют большой внимательности и оперативного учета, было принято именно такое решение. Как Петр Леонидович, я вам уже рассказал, Агросила-сервис занимается ремонтами техники, всей техники, которая принадлежит холдингу Агросила. Агросила-логистика занимается оказанием услуг, которые оказываются в холдингу. То есть это все услуги, связанные с весенними полевыми работами, с уборочными работами, это работами их отрядов, работа опрыскивателей в комбайнах, энергонасыщенных тракторов. Поскольку действительно два направления очень большие, было принято такое решение. И, соответственно, мы вот этим действием своим завершили, по сути, реструктуризацию холдинга Агросила. И у нас в настоящее время действительно классический, скажем так, вертикально интегрированный холдинг, который разделен по видам бизнеса, по направлениям, учет которых позрачен. И мы можем отвечать за те цифры и действия, которые происходят на текущий момент. А как вы в целом оценили экономическую ситуацию по тем направлениям, по которым работа прогрессива? Вы имеете в виду направление нашего бизнеса, разносторонние, это сахарное производство, это процедурство. Но экономическая ситуация, я полагаю, на текущий момент стабилизировалась все-таки, как на рынке сахара, так и на рынке мяса птицы. Естественно, сейчас есть определенный сезонный спад, который бывает, в принципе, каждый год. То есть каждый год, я думаю, что вы вполне это тоже замечаете, снижается потребительский спрос, скажем, на мясо птицы, на любое мясо после новогодних казников. Плюс к тому есть пост, который соблюдают многие православные, что также сказывается в определенной степени на спросе на мясо птицы, говядины, свинины и так далее. Но, в принципе, ситуация на рынках достаточно стабильная сейчас, и производитель и потребитель понимают, что он хочет один потреблять, и другой производить. И, соответственно, определенный паритет, я думаю, что есть. В этом году прогнозировали рост цен на зерно, что якобы должно было сказаться на производителя всей линейки продукции, одни же животноводисты и прочее. Вы ощутили, есть эти процессы сейчас? Но рост цен на зерно действительно есть. Он происходит с 2018 года, поскольку урожайность в Российской Федерации была несколько снижена, в связи с погодой не слоями. На текущий момент урожайность зерна, простите, стоимость зерна выросла еще дополнительно, где-то порядка на 15%. Это, безусловно, сказывается на себестоимости производимого конечного продукта, скажем, по мясу птицы, если говорить о нашем полдинге. Но при этом я хочу отметить, какой факт. Любой производитель, в том числе и мы, работает на себестоимость для того, чтобы сохранить те ценовые ожидания потребителя, которые у него есть, когда он приходит в магазин. И, соответственно, мы тоже стараемся это делать для того, чтобы стоимость нашей продукции, которую мы производим, не выходила за пределы ожидания наших потребителей, и чтобы они оставались к нам лояльными и потребляли нашу продукцию. То есть, пока вам удается удерживать все. Так, ну, позвольте тогда еще уточнить, вот здесь мы видим очень много рабочих, да, в институте рабочих специальностей, а в надежных чернах есть определенный дефицит кадров рабочих. Вы ощущаете или нет? За счет чего вам удается удерживать? Ну, если в двух словах, да, действительно, по рабочим специальностям, по непосредственно тем людям, которые работают руками, да, вы не говорите, мы у нас мотористы и люди, работающие на станочном оборудовании, естественно, есть дефицит, естественно, он... Я так, наверное, скажу, что был определенный провал, был определенный диапазон. Если вы проходили сейчас, обратили внимание, что людей среднего возраста немного. Есть либо люди уже предпенсионного возраста, либо люди довольно-таки молодые. Но как мы с этим боремся? Понятно, что всех подряд и обыкового на работу мы не принимаем. Естественно, производится определенный отбор, люди проходят собеседование непосредственно со своими будущими руководителями, да, если они в результате попадают в работу. Но и однозначно в агрессивный сервис выделена служба, выделен руководитель производственного обучения, это отдельный специалист, отдельный сотрудник, который курирует, не то чтобы я даже скажу, который разрабатывает планы, программы обеспечения, программы обучения сотрудников. Работаем как с сторонними организациями, в том же как бы набережной Челны, Компи, у них очень много там специальностей, можно как бы повышать квалификацию. Очень серьезно нам Светлана Геннадьевна помогает, мы работаем с поставщиками техники, то есть, соответственно, стараемся обучать людей в учебных центрах производителей, это тот же Ньюхолланд, это тот же класс, постоянно людей отправляем на обучение. Ну и руководитель производства обучения формирует и проводит тренинги здесь на местах, он очень опытный специалист, очень высокой квалификации человек, разрабатывает программы, и здесь, грубо говоря, всех новых сотрудников мы как бы там и есть программы, после программы аттестация, и для того, чтобы он получал определенный разряд и, соответственно, мотивацию, да, обучаем, аттестовываем, ну и, соответственно, да, здесь необходимо отметить, что те же инструменты бережливого производства, набираются каскады людей, да, то есть, если мы видим, что у нас есть там 10-15 новых сотрудников, которые еще не обучены по бережливому производству, формируем программу, собирается группа и проводим обучение и по нашему. Это называется производственная система Агро. Да, совершенно верно. Резюмируя изложенное Петро Валентиновичу, я еще хотела бы какой-то факт отметить. Дело в том, что мы очень активно сотрудничаем с Армановским аграрным колледжем, который позволяет нам иметь высококвалифицированных механизаторов на работе, которые работают в агрессиве логистика, с Айнским аграрным колледжем, который выставляет нам кадры для работы в нашей организации. Плюс к тому, мы участвуем во всех кадрах ярмарков и очень активно сотрудничаем с Аграрным университетом Республики Татарстан для того, чтобы в нашей отрасли мы не испытывали того дефицита, который, в принципе, агропромышленный конкурс испытывает на текущий момент. Это ни для кого не является секретом. Действительно, это так и есть. И по программам обучения то же самое. Плюс к тому, мы в настоящее время внедряем в компанию программу наставничества. Также в рамках и республиканской программы по наставничеству, которая у нас как кабинет министров Республики Татарстан принята. Поэтому я думаю, что, учитывая, по сути, два направления, которые мы стараемся параллельно развивать, это набор персонала со стороны плюс воспитание собственного кадрового потенциала позволит нам через определенное время говорить, что мы не испытываем кадровую голову. Хотя на текущий момент у них есть. С вами Владимировна, вот Владимир Путин поручил нарастить аграристов до 47 миллиардов долларов. Какие направления экспортируется агросила? И как у продукции, по каким направлениям? И есть ли новые заказчики, новые отговоры? На текущий момент агросила экспортирует продукцию из мяса птицы, сахар, плюс ганулированный жон, который также производится на Зайонском сахарном заводе, и на ласу. Они все у нас поставляются за пределы Российской Федерации. Наращивать мы собираемся. В частности, мы хотим открыть экспортные поставки по молочной продукции. Я очень надеюсь, что летом этого года нам удастся это сделать, поскольку на текущий момент переговоры определенные ведутся, и поставлять уже молочную продукцию до предела Российской Федерации, помимо того, что мы делаем на текущий момент. А с какой стороны спрос есть на молоко? Какие страны возможны поставки? На молоко мы сейчас ведем... То есть спрос в принципе есть отовсюду, на самом деле. Это и страны Азиатского региона, это и страны СНГ, где действительно требуется качественная молочная продукция. Ни для кого не секрет, что на территории СНГ зачастую более широко представлена молочная продукция с заменителями молочного жира, которую привыкли употреблять в данных странах. И когда поставляешь продукцию качественную из действительно молока, то она пользуется спросом, тем более если цена позволяет ее приобретать. То есть спросом есть. Предложение или есть интересный проект? Какие еще интересные проекты нам подошли? И 19-го запланировано по всему сходу. Ну, в этом году у нас достаточно много мероприятий предусмотрено под модернизацией оборудования Зайнского завода сахарного. Мы собираемся приобретать новую водоплодочную машину, которая позволит увеличить производительность когда-то упора на Зайнском сахарном. Мы начали на троллере по площадкам выращивания птицы. То есть Нижнекамскую площадку мы хотим перевести на клеточное содержание. Сейчас мы троллили везде напольное содержание птицы. Хотим провести данный эксперимент. Если он будет удача, то мы можем планировать дальнейшую реструктуризацию. Затем мы в этом году очень активно разрабатываем проект по взаимодействию с Калстомом, который ведет Петр Валентинович. Он касается приобретения обрыскователей в Великобритании, тестирования этих обрыскователей на полях нашего холдинга и принятия дальнейших решений об открытии совместного производства по, извините, тавтологии в производстве данных машин. Наверное, наиболее значимые проекты, интересные я буду обозначивать сейчас. Вопрос из прямого эфира могу задать кратко итоги 2018 года и планы на 2019 год по холдингу и предприятиям. По холдингу, если говорить итоги 2017 года, это, наверное, интересная выручка, которую получил холдинг по итогам 2017 года. Она составляет 38 с лишним миллиардов рублей, что больше на 12 процентов, чем в итоге 2017 года. Что касается планов, которые холдинг собирается реализовать в 2019 году по той же выручке, рост будет составлять 15 процентов, как мы и запланировали. Если это будет больше, то, конечно, еще лучше. Что касается производства продукции в натуральном выражении, я думаю, я пройдусь по основным направлениям. Это продукция растеневодства. В 2018 году по итогам года мы получили 361 тысячу тонн зерновых культур. С технических культур, в том числе с рекламы, собрали более миллионов тонн. Что касается продукции переработки, по итогам 2018 года завязки сахарного завода вышел у нас на рекордный показатель по переработке сахарного песка. Было выработано 171 тысяча тонн сахарного песка. 54 тысячи тонн гранулированного жома и 40 тысяч тонн миласы. Что касается чемного бройлера, то было произведено 121 тысяча тонн мяса в живом весе, курицы, и здесь на продукцию глубокой переработки. Вот по основным направлениям я прошла. Если есть какие-то уточняющие вопросы, я с удовольствием, конечно, на них отвечу. А сколько было вложено в ремонтную компанию, в оборудование и планируете ли роботизировать? Я думаю, что вы знаете, что у нас достаточно инновационный подход к активизации производственных процессов. И что касается роботизации, у нас на территории Агроселой Челной МПК есть робосклад, который позволяет формировать продукцию производимого Агроселой Челной МПК автоматически, то есть от небольших совсем заказов до достаточно крупных заказов. Поэтому мы действительно смотрим в этом направлении, изучаем все новшества, которые у нас есть, в том числе используем инновационные подходы и в работе Агроселой Логистики, Агроселой Сервис. Что касается средств, которые были потрачены на ремонтную компанию 2018 года, того предприятия, собственно, где мы с вами находимся, это составляет порядка 980 миллионов рублей. Они были в серии освоены. Ну и, собственно, техника, которая работала у нас на полях, работала без боев. Таким вот образом. Еще вопрос из прямого эфира. Какие новации используете в работе, какие будете реализовывать в 19-е годы? На каком предприятии? На общественном всех. Ну, давайте я тогда остановлюсь, наверное, на одном предприятии. Мне кажется, это будет более оптимально, иначе мы очень долго будем находиться. На Займском сахарном заводе, скажем, да? В 2018 году нами была внедрена система штрафкодирования на Займском сахарном заводе. Каждого мешка в разводимой продукции на Займском сахарном заводе. Такая система не действует нигде в России, только в Украинском сахарном заводе. Она позволяет в режим реального времени учитывать производимую продукцию прям от переработки свеклы и до момента реализации ее потребителю. То есть на мешок клеится уникальный штрих-код, который позволяет отслеживать все операции от производства продукции до реализации потребителя. Это то, что было сделано. В этом году мы собираемся также продолжить усовершенствование данной системы, плюс интегрировать ее системой видеонаблюдения, системой весового хозяйства, которая есть на Займском сахарном заводе. Такая же самая система была внедрена на Агрессиве, черный МПК, что, собственно, позволяет нам в режиме реального времени на текущий момент отслеживать реализацию продукции. Плюс в этом году порости не будет. То есть, допустим, брать ситуацию, мы переходим с системой 1С, систему агрохолдинги, и собираемся автоматически формировать путевые листы автомобилей, которые перевозят нашу продукцию, уже непосредственно будет участие человека исключительно в программном обеспечении системы, в которой она сработает. Это, по сути, как беспилотники? Ну, типа того, можно так сказать. Беспилотный аппарат у нас тоже есть, они летают, правда, снимают поляр. Очень много зарубежной техники. Как вы отслеживаете санкционные риски? Какие санкционные риски? Запчасти завозили? Запускали. Ну, знаете как, я думаю, что, как это сказать, базисом, наверное, все системы, которые работают в мире, в принципе, является экономика, и вне зависимости от политических предпочтений, она все-таки, наверное, является первичной. Поэтому мы очень надеемся на то, что разум, так скажем, возобладает, и что перебоев с поставками запчастей у нас не будет. К тому же все зарубежные партнеры, с которыми мы работаем, они заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями, которые расположены на территории Российской Федерации. Какие инновации были на предприятиях по ремонту? Я понимаю, обросил сервис. Ну, как бы здесь, наверное, не совсем корректно спросить, какие инновации были, да, какие инновационные вещи используются. Ну, в принципе, да, сейчас вся, в основном, импортная техника, ну, в общем-то, уже сейчас и отечественная, она тоже поднимается, подбирается к этой планке. Использует очень много, используется в системах управления двигателями, гидравликой, еще там, я не знаю, электрической системы, очень много электроники, датчики. Соответственно, мы используем, ну, наверное, целый, можно сказать, целый арсенал диагностических комплексов. Это универсальные диагностические комплексы Текса, это для тракторов и комбайнов Нью Холланд, это CNH Изи диагностический комплекс, также Бош производит свой диагностический комплекс КТС-700, который называется. В общем, если говорить об инновациях, да, первичная диагностика, дефектовка техники происходит, ну, с применением программного обеспечения и определенных диагностических комплексов, да, которые я вот сейчас перечислил. Позволяет все это делать без разборки трактора, без разборки комбайна, двигателя, либо его агрегата. Соответственно, используя это программное обеспечение, можно делать определенные выводы, локализовать проблему, либо принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации, либо о невозможности дальнейшей эксплуатации, либо о проведении какого-то там неглубокого, быстрого, мелкосрочного ремонта. Ну, как-то так. И еще один вопрос, тоже в прямом эфире. Светлана Геннадьевна, ожидается ли в ближайшее время новая продукция, видимо, имеется в виду Челунброллер? Ну, мы на текущий момент хотели сделать следующее. На самом деле продукция Челунброллер, которая сейчас выпускается, она, скажем так, представляет себя в составе порядка 304 из каин, которые представлены на полках наших магазинов. Мы хотим сфокусировать на текущий момент те виды продукции и сами, соответственно, сфокусироваться на реализации тех продуктов, которые наиболее востребованы потребителям. Поэтому мы, можно сказать, на текущий момент хотели бы провести в определенной степени оптимизацию того ассортимента, который у нас есть, для того, чтобы стать более экономически эффективными. Вы могли бы у вас вычислить вот эти позиции наиболее востребованные? На текущий момент нет, у нас эта работа идет. Я думаю, что она будет закончена к концу марта, и такое решение уже в компании будет принято. Челный бройлер в последние годы активно на экспорт тоже работал. Там как перспектива? На экспорт у нас работает Аграсила коммерция, которая реализует продукцию и Челный бройлера, и Аграсила Челный МПК. Это готовая продукция, которая производится из мяса птицы. От вареных колбас и сосисок сардели, до сырокопченых колбас, в том числе продукция халяль. Действительно, очень активная идет реализация за пределы Российской Федерации. И до 2022 года мы хотим утроить те объемы, которые у нас есть на текущий момент. У вас планировался проект, если я не ошибаюсь, как раз поопрыскивать. А я же сказала об этом. То есть вы в рамках ТОСЭР хотите? Вы знаете как, совместное предприятие, у нас несколько вариантов, есть место расположения данного предприятия, в том числе промышленный порт Заман, который мы развиваем, и территорию города Набережной Челный. После того, как мы поймем, что действительно этот проект эффективен, мы уже можем будет принять решение о месте расположения данного предприятия. Это, я думаю, призает осенью. Может быть, какие-то новые культуры ожидаются в этом году? Видимо, имеется в виду посевная. Мы в прошлом году сеяли греховую культуру. Для себя это сои и львуд, поскольку они достаточно перспективны, в том числе и по содержанию белка, и по возможности экспортировать эти товары за пределы Российской Федерации. Эксперимент у нас прошел успешно. В этом году мы утраиваем площадь этих культур. Но, опять-таки, это еще в рамках экспериментального, скажем так, осуществления деятельности, поскольку мы осуществляем размножение семян, которые были приобретены в прошлом году. Если в этом году также эксперимент подтвердит свою геномическую эффективность, то уже можно будет говорить о промышленном использовании данной культуры. А площадь какая? В этом году это будет порядка 700 гектаров. Не очень много. Но я еще раз говорю, речь идет о размножении продукции. А в каких агрофермах ХАМ это будет? Это агроферма КАМ. Агроферма КАМ – это наше семенное хозяйство, которое, собственно говоря, и занимается производством семян, которые используются всеми предприятиями. Также вопрос непарсонализирован к какому производству. Какая социально защищенность у сотрудников, работающих на производстве? Можно я тогда отвечу на этот вопрос? В холдинге создана профсоюзная организация. Все работники холдинга являются членами профсоюзной организации. В определенных компаниях, которые созданы недавно были, и профсоюзных организаций еще нет. Но, безусловно, это будет так же сделано. Плюс заключены коллективные договоры между администрацией предприятий и работниками этого предприятия. И, соответственно, все права, которые есть у работников, в соответствии с трудовым кодексом, безусловно, соблюдаются администрацией любого из предприятий, входящих в состав холдинга. Ну и помимо этого, есть также дополнительные права о гарантии, которые прописаны и в коллективном договоре, и при... То есть, которые гарантируются при осуществлении работы профсоюзной организации, соответственно, все они выполняются полным обменом. Плюс у нас есть планы по созданию общественного, скажем так, фонда, который будет впоследствии оказывать помощь нуждающимся сотрудникам нашего предприятия, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Я имею в виду какие-то серьезные болезни. Мы хотели бы организовать, скажем так, вот данный благотворительный фонд, который будет формироваться из добровольных взносов участников этого фонда предприятий и работников самих, которые работают у нас на предприятии, изредство которого будет впоследствии направляться на нужных сотрудников, которые попали в такую сложную жизненную ситуацию. У нас тут тоже планы есть. С нашей точки зрения, это очень хорошая идея, которая позволяет гарантировать определенные права сотрудникам. По предприятию «Акрасиво-молоко» еще вопрос. Вы в целом не пожалели о том, что было выкуплено? Нет, Наташа, говорю. Нет. А что вы можете сказать про программу «Мотивация для сотрудников»? Программу «Мотивация для сотрудников»? Ну, на каждом предприятии она действительно есть. Это, во-первых, индивидуальная часть заработной платы, которая формируется на основании техники API, которые устанавливаются сотрудникам при приеме на работу. На каждом из предприятий данные показатели эффективности свои и зависит от специфики этого предприятия. Плюс к тому, у нас в холдинге предусмотрены квартальные премии, годовые премии, которые выплачиваются по результатам работы наших предприятий. Спасибо. А повышение МДС как-то сказалось на стоимостью продукции агрессивно? В принципе, особо нет. Нет. Ну, там 2%. Коллеги, если нет больше вопросов, то мы предлагаем... Мы нас отпустим. Позвольте, не так давно озвучилась информация о том, что, чем на броуле развивается сотрудничество с сетями быстрого питания, типа Макдональдс, да? Есть ли перспективы по другим направлениям продукции? Может быть, вас запрашивали сахар и молоко уже? Да, мы действительно работаем с холикой. И что касается поставки в данные... По данному направлению других продуктов питания, мы в этом направлении также работаем и по сахару, и по молоку. В том числе, по молоку, если говорить, то есть определенные требования к составу молока, который используется при приготовлении, допустим, капучино в сетях быстрого питания. Мы сейчас ведем подобный переговор, или, возможно, в дальнейшем будем представлять такую продукцию. В том числе, Макдональдс. Я не могу сказать, мы любим переговоры. А какие-то специальные условия выставлялись по молоку мясу? Кем? У вас так мясо сетями? Ну, вообще, сети быстрого питания, которые международные, у них очень высокий стандартный качество того продукта, который в эти сети должен поставляться. И, безусловно, когда мы говорим о сотрудничестве, мы должны соответствовать этим стандартам. Поэтому требования, да, конечно, есть, но это нормально, потому что ну, каждое лекционер реализующий продукт питания и имеющий определенную репутацию должно эту репутацию сохранять и, наверное, улучшать. Поэтому, да, такие требования есть, и мы соответствуем. То есть, вы им и так соответствуете? Совершенно верно. Без каких-то особых усилий. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что приехали, приезжайте к нам еще раз. Я буду... О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова